Митинг против воздуходувок? Есть только одно решение данной проблемы. Сдуйте всех протестующих! Ну конечно же, хорошо, что такой метод решения проблем есть только в придуманных играх. Майни, вновь с вами. Всем привет! И сегодня у нас реакция на видео с канала AOSOM TEAM. Называется «Лучший стёб над рекламой мобильных игр». Это вот такой вот видос нашёл на канале. Давайте посмотрим, он мне в рекомендациях попался. Погнали! Знакомьтесь. Человек-сдуватель листьев. Это единственная бесплатная игра, которую разработчик официально смог сделать на 50% ещё более бесплатной. Никто другой в истории игр ещё никогда не устраивал бесплатную новогоднюю раздачу бесплатной игры. В чём-то секрет такой щедрости от автора. Ну конечно же, в игре есть реклама. А также особый подход разработчика к сторителлингу. И более того, только в этой игре можно даже заняться любовью с листьями. Хотя и тут найдутся недовольные, да? Ооо, ну слушайте, я не знаю, пока прям столько хороших вещей в этой игре. Тема рекламы в мобильных играх довольно популярная вещь, поэтому сегодня я расскажу вам об игре, которая высмеивает абсолютно каждую условно-бесплатную мобильную игру, не забывая при этом показать нам красивую и драматичную историю. С нотками безумия, разумеется. Игра предлагает вам стать самым злым существом во вселенной. С соседом, шумящим в 6 утра. Вы будете сдувать листья и бесить других людей. А взамен получать за это очки. Это же, ну это, знаю, жизнь мечты, нет? Звучит довольно просто. Вот только никто не ожидал, что ваши действия приведут к войне человечества с листьями. В один момент вы весело сдуваете листики с тротуара. А на следующий день вы уже должны убить бога. И это не шутка. Что ж, давайте не будем терять ни секунды. Бог листьев, король листьев, ё-моё. В мире, где листья падают с деревьев, есть лишь один человек, способный убрать их с одного конца дороги на другой. Эпично. И этот человек, вы или не человек, может рептилоид или... Так, давай заново. Персона, сдувающие листья. Начнём с чистого листа. Как же это эпично. И вот на русский тут немного сломан, поэтому не пугайтесь пропущенных букв. Геймплей игры довольно прост, но одновременно очень затягивает. Как и подобает мобильным играм. Всё, что надо делать, сдувать листочки с конца карты в обозначенном для этого места. Но там действует как бы это вальп. А по разным с этим можно шуметь прямо под окнами соседей и ломать их имущество. И подобные действия только увеличивают ваш итоговый счёт. Не давайте людям спать. Ломайте их заборы, а также топите их в собственных бассейнах. Всё ради циферки в углу экрана. Выкуси, я умею задерживать дыхание. И прямо как в мобильных играх, спустя 5 минут геймплея, нам показывают самую первую рекламную вставку в игре. А именно, продукт самого разработчика. Unbound VP. Мои юристы посоветовали мне чётко выразить, что данный видеоролик игры является шуткой, а не рекламой. Ведь в реальной жизни этого... Программного обеспечения не существует. Разработчик в течение игры типа рекламирует вам свои сервисы, которых на самом деле нет. Кроме рекламы его других игр, вот они в стиме есть. Но как так? Получается, что если нам показывают фейковую рекламу, то выходит, что и разработчик никак с неё не зарабатывает. Ну, логично. Да, ведь чтобы зарабатывать деньги, нужно сначала получить хорошее образование. А с этим вам поможет школа XYZ. Ну, это автор покушает. Ну, это одобряем, одобряем. Вот этот автор тоже покушает. Опа, привет. Я тут подъехал к вам, чтобы сказать, что у меня вышла игра в стиме. Ребята, если вы хотели как-то меня поддержать или попробовать мою игру, просто может она вам даже понравится. Я был поэтому очень рад. Вы можете перейти по ссылке в описании и её купить. На самом деле, это будет сейчас лучшая поддержка меня. Для меня это очень важно. Правда, это прям новая ветка моей жизни. Поэтому, если вы правда хотите меня поддержать, приходите в стим, покупайте игру, играйте её, оставляйте отзывы. Вот. А так продолжаем сходить видос. Мы проходим дальше и попадаем в метро, где нам предлагают поздувать крыс. А также листья прямо в логуне метро и прямо через пассажиров. К сожалению, пассажирам настолько надоедает наше поведение, что они устанавливают противолистогонную турель, которая будет стрелять в нас бомбами. Ну, собственно, поэтому я и не использую метро. Выходим из этого паршивого места и смотрим очередную божественную рекламу. Через минуту я зайду домой и покажу вам то, чего люди даже не надеются получить. Мою тачку, мою красотку, моя гордость. Отзадите на неё. Кто угодно может знать, как её получить с помощью методов, запятаться кубик, господи не успел. А за трюк, который я называю налоговой машине, не надо, это не надо. У них тоже, что мы понимаем, что с большой силой приходит и большая ответственность. Картошка без веков и спас. Поэтому дальше нам предлагают остановить целое ограбление банка. Митинг против воздуходувок? Есть только одно решение данной проблемы. Сдуйте всех протестующих. Ну, конечно же. Хорошо, что такой метод решения проблем есть только в придуманных играх. После очередной победы над демократией, а также турелью, нас ждёт следующая катсцена. Здравствуй, Листагон, я Мэр Мир. Мэр Мира. Ты, конечно, знаешь, что тебя все ненавидят, и всё же нам нужна твоя помощь. Луну заполонили листья, вся надежда на тебя. Прошу, отправляйся на секретную космическую станцию в пустыне и спаси Луну. Мы попадаем в секретную зону пуска космических ракет. Из этой зоны, кстати, можно попробовать сбежать. И если у нас получится, то сам разработчик скажет нам... Почему ты уходишь за пределы уровня? Я очень старался над уровнем. Не делай так. Мы можем попробовать сделать это снова. И, разумеется, разработчик будет очень нами недоволен. После третьего раза разработчик полностью потеряет остатки своего разума... И закроет нам путь решетку. Это круто сделано. Не, идея классная. На самом деле, очень прикольно это взаимодействие с разработчиком, взаимодействие с игрой. Ну, круто, круто. И да, нас отправляют в Луну. Игра чисто в Руфл, это круто. Убирать там листья и сражаться с Тентаклевым монстром. Луна спасена. Всё проходит успешно, но по возвращению обратно на землю мы узнаем, что народ листьев развязал войну. Поэтому нам предстоит убить короля листьев. В одной очень затягивающей мини-игре. В ней, конечно же, тоже можно посмотреть рекламу, которая начинает быть уже, ну, совершенно трэшовой. А теперь сообщение от нашего спонсора. Вы же тоже слышите, да? Слышите сообщение? Да? Пожалуйста, скажите мне, что слышно. Скажите, пожалуйста. Картошка? Картошка. Привет. После данного сегмента начинается буквальное РПГ. А игра меняет свой тон на более драматичный. Мир захлестнула война. И по какой-то причине люди начали немного открывать глаза, осознавая, что они живут в игре. В течение данного сегмента мы выполняем различные квесты. Заключаем мир с народом листьев. А также узнаем, что у нас появился новый. Истинный враг по имени Администратор. И он скрывается в огромной башне. Вход в которую закрыт тремя ключ-картами. И непоруженными текстурами, как мы видим. Реклама в игре становится все более и более странной. Вы не устали от веб-сайтов? И они играют уровень. И заканчивают. И вновь появляется реклама. И лого всплывает вот тут. А запускаем место для лого. И нам заплатят по минутам. Мы сели, а потом еще одна реклама. А с кем я смогу оплатить аренду? Мы с... Можем. Я не смогу. Разработчиком? Ээээ... Знаешь, для чего нужны все эти супер короткие уровни и куча бессмысленных заданий? Все просто. Так ты посмотришь больше рекламы. Ты не потребитель. Ты товар. И я продаю твое внимание тому, кто больше заплатит. Больше рекламы, больше денег. Больше игр, больше рекламы. Таков круг вещей, детка. А теперь... Время умирать. Да, нам нужно сразиться с самим разработчиком игры. Убить бога, который и создал этот мир ради дохода с рекламы. Это круто, это круто. Все это время мы не были главным фокусом его игры. Вещь, которая действительно стоит в центре всего геймплея... Заработок, деньги. Это реклама. Как и в типичных мобильных играх... Как же он круто выяснилось эту тему. Это реально очень круто. И все это время было пародия. Ну потому что в некоторых играх реально эти рекламы, ну, какой-то до безумия доходят. Я не против рекламы в играх бесплатно, как бы. Это нормально, как бы разработчик хочет кушать. Но когда это переходит все грани адекватного... Ну, бывает реально заходишь в игру. Я помню, когда мы играли всякие трэш-игры с плей-маркета. Там реально некоторые игры включили рекламу после каждого нажатия на кнопку. После каждого. И это не шутка. Вы можете зайти к нам в мат с ней и посадить там типа трэш-шоу в игры с плей-маркета. Там есть вроде два выпуска этих, два стрима. И вы посмотрите, это просто жесть. Ты не должен был меня убить. Ты не понимаешь, что это значит? Игра закончится. Тебе не во что будет играть. Ты думаешь, что ты победил, но на самом деле... Ты проиграл. Мы оба проиграли. Вот так вот. Злобный администратор повержен. Мэр мира, другие люди и даже листья благодарят нас за победу над разработчиком и его жадностью. Настала эра спокойствия, и все об этом нам говорят. Но чем дальше мы проходим кнопки выхода, тем больше они просят нас остаться и не выключать игру. Они все боятся исчезнуть, когда игрок уйдет от них. Мы невольно вспоминаем слова финального босса игры. И теперь мы понимаем, что он имел в виду. Как только мы избавились от рекламы, разработчик больше не стал допиливать игру. Мы добились того, чего хотели, убрав эти назойливые ролики. Но вместе с тем, потеряли надежду на любой другой новый контент. Перед выходом нас встречает маленький мальчик. Листогон, ты правда хочешь, чтобы мы все исчезли? Но ты же знаешь, что это не обязательно. Ты же можешь начать заново и сыграть еще раз. Можно пройти еще пару уровней и вместе посмотреть рекламу. Правда? Сдуть мальчика, как протестующих раньше, уже не выйдет. Это поистине драматичный момент. И каждый игрок данного шедевра... У меня, кстати, стрелки, стрелки, которые показывают... Начни заново, начни. ...сделать свой выбор. Разорвать ли ему цикл, или же начать всю историю заново. Не, это прикольно, это круто сделано. Мы оба проиграли. Ну это эпично, это очень эпично. Видео на грустной ноте. Разумеется, столь глубокая и кинематографичная история заслужила множество похвал от игроков. Кроме одного. Специально ради него разработчик выпустил особое DLC на любовь с листьями. Ну и как бы да, мы все тут понимаем, какие главные плюсы у этого DLC. Можно любить листья, классно, классно. В третьем акте игры, но там как бы ничего интересного нет, поэтому я даже это без сценария озвучиваю. Кстати, этот человек впоследствии изменил свой негативный отзыв на положительный. Также для вашего комфорта автор сделал DLC, в котором можно убрать всю рекламу из игры, если она вам мешает. Также автор позаботился еще больше и сделал DLC, в котором можно убрать всю игру, оставив только рекламу. Это тоже хорошо. Если это мешает вашему комфортному просмотру. И да, оба эти DLC можно включить одновременно и получить тупо пустой экран вместо игры. Как бы логично что-то. Разработчик, а именно Unbound Creations, очень креативно подошел к созданию этой игры. Сам геймплей очень затягивает, а посыл вместе с концовкой заставляют плакать. Без всяких приколов, я бы с радостью посмотрел часовые разборы и анализы сюжета игры в свое свободное время. Поэтому пишите в комментарии и пишите в сервере по ссылке в описании. Это круто, человек постарался сделать бесплатную игру, чисто графляную. Круто, реально очень круто. И увидите от меня часовой разбор этой игры. Спасибо за просмотр. Это хорошечно. Не, слушайте, классный видос. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь на канал IWASM Team. У него, кстати, есть еще какие-то определенные ролики. Можете написать об этом. Интересно вам посадить еще. Оцените сами. Придите, посмотрите, скажите какие-то ролики прикольные у него. Оставьте ему комментарии, подпишитесь на него. Ему будет приятно. Делайте. А потом можете уже на меня подписаться. Мне тоже будет приятно. Всех люблю, всех целую. Пока.